Ну и давайте начнем с сегодняшнего первого нашего гостя. Это Слава Шунько. Мы с ним давно знакомы. Очень интересно встречаться с ним вот в таком формате, потому что до этого мы с ним пересекались на сцене КВН, между прочим. Да, Слав, как у тебя дела? Чем ты занимаешься сейчас? Всем здравствуйте, Артем, привет. Тоже неожиданно, Ратю, видишь, почти через 10 лет, если не больше. Дела у меня отличные. Я действительно после того, как закончил университет, физмат, на самом деле вот там мы пересеклись с Артемом, он на журналистике учился, а я на физико-математическом. Я ушел в музыку, пошел учиться дальше музыки и вот продолжаю этим делом заниматься. Обучаю детишек маленьких элементарному музицированию и как звукорежиссер работаю. Ну и у меня есть свой авторский музыкальный проект, который я сегодня хочу представить. Классно. Кто-то учится на физмате и уходит в музыку, кто-то учится музыке, как я. То есть я до журналистики учился музыке, поступал в консерваторию, бросил, а потом занялся там журналистикой и чем только не занялся. Скажи, что у тебя какая-то сегодня новая программа, насколько я понял, это относительно новая твоя стезя, когда ты живьем в процессе, собственно, выступления, создаешь музыку и какая-то композиция рождается фактически с нуля. Это так происходит? Ну для меня да, это направление достаточно новое. Хотя, если не ошибусь, истоки лайф-лупинга появились, наверное, где-то в 60-х годах, когда пошли ленточные магнитофоны. Лайф-лупинг переводится, ну дословно, если так, живое зацикливание. То есть когда мы записываем какие-то музыкальные фрагменты и начинаем их повторять и с этим работать. Для меня это дочернее направление. Мой проект называется ДНК нашего мира. И если так совсем условно, можно разделить на три направления. Это направление студийное, то есть когда ты сидишь за компьютером или где-то что-то записываешь, это собираешь, выпускаешь, издаешь и так далее. Второе направление, это более стандартное, с музыкантами вышли на сцену, поиграли и так далее. И вот третье направление, как я уже сказал, дочернее, это лайф-лупинг. Он изначально задумывался для действительно небольших площадок, где нет места или нет оборудования, чтобы поставить барабаны, аппаратуру, все это позвучить. Но при этом хочется работать живьем. Вот так. Ну давай, я думаю, долго не будем тянуть. Сначала мы тебя послушаем, а потом еще продолжим общаться. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ специально из-за рубежа получили очень большую парку хорошего и интересного товара. В этот день традиционно скидки на все досетели. Видите, 12% и 15% на университет. Ну и еще более интересные. Приветствую. Посмотрим. Мburyе полетим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вообще вопрос действительно хороший Меня интересует музыка, допустим, альбомы, которые мне нравятся И мне нравится их звук, к примеру, я, конечно, хочу иметь непожатый, как говорят, формат Поэтому мы с удовольствием покупаем компакт-диски И даже немножко грустно, что сейчас это дело уходит, потому что, ну, я боюсь, что со временем стало сложно вообще найти это Все-таки по роду деятельности, я именно как звукорежиссер работаю часто, поэтому, ну, ты где-то себе, может быть, представляешь, да, что вот если это компрессированный формат, там уже артефакты, какие-то еще что-то, и хотелось бы вот именно любимую музыку иметь вот в нежатом формате И, соответственно, для этого хорошо подходят компакт-диски, ну, или там флаг формат В интернете, ну, по большей части там, например, если ты сидишь за творчеством группы какой-то, и вот они выкидывают какие-то релизы или какие-то конкурсы проводят, еще что-то, и можно там послушать А потом, если у тебя вставило, при желании пойти и купить там на компакт-диске, если это вот, есть такая возможность Отлично, спасибо, давай мы послушаем еще твою последнюю композицию и будем приходить к следующему нашему гостю, Саше Галаеву, он уже там настроил гитару, вышел из ванной, мне кажется, тоже что-то интересное покажет Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok